Всероссийская тренировка по гражданской обороне прошла в Люберцах. В этом году масштабные учения посвящены отработке действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Мероприятие проходит во всех регионах страны под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова. Начинается отработка чрезвычайной ситуации в единой диспетчерской службе. Сюда, на пульт дежурного, поступает сигнал об опасности. Далее информация направляется в соответствующее спасательное подразделение. ЕДДС информирует население. В организациях и на предприятиях начинается мобилизация сил и принимаются меры по спасению людей. Так, во время тренировки по гражданской обороне был отработан механизм развертывания сборного пункта эвакуации. На базе Люберецкого триестра ЖУ-8, и также там был развернут пункт питания. Вы посмотрели оборудование и готовность и работу пункта выдачи средств индивидуальной защиты населения. То есть мы обозначили как бы учебные точки. Еще одна учебная точка автоколонны 1787, осуществляющая гражданские перевозки. Здесь прошла тренировка на станции обработки техники. В случае, если автобус или другое транспортное средство подвергается газовому, химическому или радиоактивному загрязнению, обрабатывать его необходимо по строгой инструкции и в защитном костюме. Техника поставлена на исходное положение, обработана соответствующими растворами, вымыта и после ее проверки химиком была отправлена на место, готова к применению. А это настоящее подземное убежище – временное укрытие для сотрудников одного из Люберецких предприятий. В случае военных действий или чрезвычайных ситуаций здесь могут находиться 90 человек. В течение трех суток они будут обеспечены всем необходимым для жизни. Здесь находятся все агрегаты, которые предназначены для того, чтобы проводилась фильтровентиляция в рабочем режиме. Это режим чистый воздух и режим фильтровентиляции. Если откажется электричество, то можно звонить, что нужно вручную обрезать. Мероприятие, свидетелями которых стала наша съемочная группа – лишь часть из большого комплекса тренировочных мер. Сотрудники каждого крупного Люберецкого предприятия и организации в течение нескольких дней принимали участие во всероссийских учениях по гражданской обороне. Цель мероприятия – это проверка готовности сил и средств Люберецкого звена, районного звена МОСЧС для ликвидации аварии. Также проводятся мероприятия по предупреждению этих аварий, чтобы жители были спокойны за то, что Люберецкое звено, Люберецкий округ и те сил и средства, которые в нем находятся для ликвидации чрезвычайных ситуаций, они находятся в постоянной боевой готовности. Всего в этих учениях в Люберецком округе было задействовано более 200 человек и 15 единиц техники. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.